В прошлый раз мы закончили на том, что ввели понятие фундаментального решения и показали, как это фундаментальное решение мы находим в случае обыкновенного потенциального оператора. Значит, фундаментальное решение нам необходимо, чтобы решать соответствующие неоднородные уравнения. А решение вот этих неоднородных уравнений в пространстве глобственных функций нужно нам для того, чтобы решать краевые задачи в шматематической физике. Так вот, к этому мы сейчас и обратимся. Итак, мы хотим посмотреть, как можно с помощью развитой нами в вашей ведущей занятиях теории решать краевые задачи. Начинаем мы с задачи Кошенко для обыкновенного и фундаментального уравнения. Я продемонстрирую, как это все работает на примере простейшей задачи Кошенко. То есть возьму какое-то очень простое уравнение и соответствующая простенькая задача Кошенко. Допустим, это будет вот такой уравнение. уравнение первого порядка, поэтому должно быть одно начальное условие. А именно, у при Т равном 0 равно некоторому числу, заданному полу любого. Ну, чтобы оценить результат, который получится в дальнейшем, давайте вспомним, как решается эта задача. То есть напишем ее решение, ну таким обычным способом, как это делать. Ну, чтобы решить эту задачу обычным способом, надо сначала решить дифференциальное уравнение, найти его общее решение. Изначальных условий определить константу, одну неопределенную, и все. Вот. Ну, чтобы решить уравнение, сначала надо решить однородное уравнение. Да. Вот. Вот. Вот этого однородного уравнения, значит, решение выглядит следующим образом. Это С на Е в степени минус АТ. Итак, это общее решение однородного уравнения. Ну, и плюс, надо писать еще какое-то, ну, частное решение неоднородного уравнения. Вот. Да. Частное решение неоднородного уравнения. А когда задана правая часть, иногда подойдет там метод неопределенных коэффициентов, то есть по виду правой части, где это частное решение можно. Ну, а в общем случае, это метод вариации постоянной. Да. Согласно этому методу вариации постоянной, вот это частное решение неоднородного уравнения может быть записано в виде С от Т на Е в степени минус АТ. То есть оно выглядит как общее решение однородного уравнения, только вместо константы функция С от Н. Вот. Ну, значит, подставляем искомый вид в исходное уравнение и получаем с штрих АТ на Е в степени минус АТ, плюс, значит, экспоненту дифференцировану С от Т минус А с носителем Е в степени минус АТ. Это я продифференцировал. У штрих АТ, ну, вот этот частный мне однородный. Значит, дальше я должен буду писать плюс А У от Т, и все это равно Ф от Т. Вот, ну, плохо, что написал У от Т, вот это вот именно частная неразначность, да? Равно Ф от Т. Ну, на самом деле, если подставить это сюда, да, то видно, что оно сокращается с этим управляемым, как и должно быть. И вот у нас остается уравнение для определения С, то есть то, которое получается в методе вариации постоянной. С штрих АТ равно Ф от Т на Е в степени АТ. Отсюда находим С от Т. Ну, что это может быть? Допустим, интеграл можно взять от 0 А до Т. Вот, интегральная функция Ф от Тау, Е в степени А от Тау, Д от Тау. Вот это, вот эти пределы предполагают определенный выбор постоянной интегрировки, да? Теперь, у меня известно общее решение неоднократного уравнения. Вот оно. Ну, от Т есть С на Е в степени минус АТ плюс Е в степени минус АТ умножить на интеграл. Вот это вот С от Тау. От 0 до Тау. Это Тау. Е в степени АТау до Тау. Вот. Но у меня есть еще начальное условие. Вот оно. Пользуюсь начальным условием. Вот 0 равно У любому равно. При Т равном нулю здесь делит С. Ну, а здесь при Т равном нулю интеграл можно. Вот. Итак, я поделил вот это С. И решение моим уравнение выглядит таким образом. То есть решение задачи кошиточной. Это будет Ту нулевое. Ту нулевое на Е в степени минус АТ плюс Е в степени минус АТ. Интеграл от 0 до Т. Вот это Тау. Е в степени АТау до Тау. Вот оно решение. Так. Ну вот. То есть это я выписал так для справки просто. То есть теперь я попытаюсь ту же самую задачу решить другим методом. А именно использовать ту теорию, которую мы развивали в течение вот этих нескольких занятий. в Москве. Итак. Значит, попытаемся воспользоваться всем этим математическим аппаратом. Ну, на самом деле. Мы говорили об обобщенных функциях. Это уравнение для обычных функций. Никаких обобщенных функций здесь нет. Но. Любую обычную функцию можно превратить в обобщенную. С помощью понятия регулярных обобщенных функций. То есть записать вместо обычной функции функционал с помощью интеграла. Здесь у нас есть какая проблема. В задаче каши у нас предполагается, что время меняется и это же бесконечности. В задаче каши так предполагается. А наши функционалы образуются из функций, которые определены на все числовые оси. Вот. Получается такая местополучность. Ну, наши исходные задачи время отбили от любви с конечностью. А если мы к обобщенным функциям хотим перейти, нам нужна вся ось времени. Да. Вот. Возникает проблема, ну, как продолжить нашу вот эту задачу на отрицательную ось. значит, и делается это следующим образом. Мы продолжим нашу неизвестную функцию на отрицательную ось нулёк. То есть, напишем, а пусть у нас продолженная функция это тетатэ на у тетэ. То есть, вот что это означает? Продолжили? Продолжили. ноль, ноль, ноль. ноль, ноль. Тут же банка, здесь, ноль. Значит, и вот эту претэмин шинуля и функцию Эх надо тоже продолжать нулём. Претэмин шинуля. Итак, мы взберем функцию тогда Эфис волнует, которую тоже продолжим нулём претэмин шинуля. Теперь у нас есть функции, которые определены на все оси от нерус до близких количеств и по направлению. И мы можем на основе вот этих обычных функций строить регулярные обобщённые функции. Вот. Ну, как-то это надо написать. Затем считаем пи-пи-ф обобщёнными функциями. Затем считаем их обобщёнными функциями. То есть регулярные обобщённые функции делаем. Да. Ну что ж, значит, если это так, то для этих функционалов теперь нужно получить уравнение, которое вытекает из уравнения для функций 2 и f неизвестная обзора. Вот. Значит, ну, во-первых, мы можем наше уравнение всё домножить на функцию θt то есть вот получится так θt на Вот это вот наша функция У с волной АТ. А вот это вот что такое? Дело в том, что это не есть производная У с волной АТ, потому что мы знаем, что не получится, вот если просто У с волной АТ продифференцировать, как обобщенную функцию, то, ну вот здесь вот Т равна нулю, она терпит разрыв, вообще говоря, в общем случае. И, значит, что у нас получается? Это мы должны дифференцировать вот это вот произведение. Вот. Ну, для дифференцирования вообще для функции, для произведения вот такого правила Лагранжа выполняется, то есть мы его дифференцироваем, как произведение обычной функции, да? Значит, тета штрих АТ нау штрих АТ плюс тета АТ нау штрих АТ. Вот то, что нам нужно, да? Но есть еще вот эта штука. А это что такое? Значит, когда мы тета штрих дифференцируем, единичную ступень мы дифференцируем, это дельта функция возникает. Вот. И у нас появляется функционал, который равен произведению функционала дельта Т на бесконечно дифференцированную функцию. То есть вот это вот все функционал. Чему он нравится? Мы знаем. Мы такое проделываем. Это будет дельта Т, вот этот функционал дельта Т умножить на двух от нуля. То есть вот этот функционал, вот это произведение равно вот этому функционалу. А вот про У в точке ноль в нашей задаче Кашин есть условия. У от нуля равно у него. Поэтому я могу написать вот так. Дельта Т на У штриха Т. Получается, что вот это слагаемое у нас, оно равно У штриха Т, У словой штриха Т, минус У нулевой Дельта Т. Ну, теперь можно вот это вот у нулевой Дельта Т перетащить в правую часть и записать задачу. Следующего видео. У с волной штриха Т плюс А. У с волной т, минус У нулевой Дельта Т. Понятно, что от этого взялось? А теперь смотрите, что у нас получилось. Вот это уравнение, это уравнение для функционала. Безусловно, тут стоит Дельта Функция отдельно стоящая и иначе никак мы не имеем права понимать. То есть это уравнение в Дельта Т. Вот. В нем у нас есть информация об исходном уравнении. То есть оно получилось таким, потому что мы переписывали исходную уравнение, пользовались им непосредственно. Но в нем также есть информация и о начальном условии. То есть вот это слагаемое, оно взялось из начального условия. И посмотрите, как получается. Вот то, что для обычных функций выглядело как достаточно такие разнородные, но по типу разные условия. Вот это вот дифференциальное уравнение, а вот это какое-то равенство, которое определяет нам значение функции в одной точке. Понимаете? Ну совсем разные какие-то вещи. То ли дифференциальное уравнение, то ли такая штука. Вот. На языке функционалов объединяется, да? И получается, что вот это вот начальное условие, начальное условие, которое у нас было, оно играет роль ну как бы дополнительного внешнего воздействия, но очень специфического вида. Видите, как бы у нас такое возмущение, которое действует только при t, равное нулю, с амплитудой у нулевой. Да? Такой импульс единичный. Так. Вот. Ну вот эта вот функция, frt, она порождается правой частью нашего уравнения. То есть на языке функционалов начальное условие становится как бы частью вот этого внешнего воздействия. Объединяются вместе. То есть на самом деле вот это вот уравнение, оно содержит в себе все, что содержала исходная задача Коши. Поэтому вот эта вот штука называется обобщенная задача Коши. Так? То есть вот, ну, как-то это надо себе пометить, да? Что уравнение называется задачей Коши. Понимаете? Конечно, задачей Коши это было несколько условий. Теперь это одно уравнение. Так. Ну вот. Мы получили, значит, уравнение. И это уравнение у нас на самом деле является тема, о которой мы говорили в прошлый раз. Оно имеет вот такой вид L на Ус волной равно F, где L плюс L равно DPD плюс A, оператор L. Вот так вы видите. А вот это F равно кость волной от T плюс U0 смотрите мы знаем как решать такие уравнения. Решение вот это кость волной представляется в виде сверки фундаментального решения нашего оператора и F фундаментальным решением для этого нашего оператора это мы тоже в прошлый раз получали является Ft на E в степени минус At на самом деле это не единственное фундаментальное решение фундаментальных решений у любого оператора бесконечно много при вакте любое решение однородного уравнения и снова будет фундаментальное решение но то решение которое написано нас устраивает почему? ну действительно нам нужно чтобы существовала вот эта сверка сверка фундаментального решения и функции F функции F состоит из двух слагаемых раз два вот со вторым слагаемым проблемы нет здесь стоит дельта функция но для любой функции вообще сверка этой функции и дельта функции существует вот а вот здесь у нас стоит функция которая ну я вот снова будущее Ft равно θc на Ft здесь у нас стоит функция которая обращается в ноль на отрицательную полуоси но и наше фундаментальное решение такое же обращается в ноль на отрицательную полуоси было у нас такое условие что свертка таких функций существует вот поэтому фундаментальное решение нас тоже устраивает ну что ж надо только осталось только записать его явный вид то есть посчитать вот эту свертку вот этим мы и занимаемся итак мы считаем свертку у свертку как свертка у явно видимо θ наевский минус а d свертку d с волной Сначала считаю свертку со вторым вагаемом. Итак, свертка такая. ТТ есть минус АТ, свертка У на дельта Т. Дельта Т в операции свертки действует как единица. Играет роль единицы. Поэтому результат очень простой. У нулевое это Т на есть в тепле минус АТ. Дельта функция свертки это единица. Так, вторую свертку. То есть теперь мы слагаем свертку. Итак, это Т на единица Т, свертка С с волной АТ. Ну, обе вот эти обобщенные функции. Это вот обобщенная функция, это обобщенная функция. Это регулярные обобщенные функции. Поэтому свертка для нее получается такой же, как и для обычной функции, которая их продает. И вот поэтому я пишу интеграл. От минус, от минус конечности. Вот это вот Т с волной над Тау. Ну, а вот эту функцию от аргумента Т минус Тау. То есть это Т минус Тау. То есть это не минус АТ минус Тау. Те Тау. Те Тау. Равно. Ну, теперь надо вспомнить, что такое моя функция от Тау. Вон она написана. И тогда получится вот такое. Те Та от Тау. Р Тау. Те Та. Те Та. Те Та. Те Та. Те Та. Те Тау. Те Тау. Те Тау. Те Тау. Те Тау. Те Тау. Ну вот. Ну что ж. Область изменения аргумента, которая даст нам ненулевой результат для интегралов, определяется у нас произведением двух этих функций. Те Та от Тау и Те Та от Те минус Тау. То есть, чтобы под интегралом стояло ненулевое выражение, нам нужно, чтобы аргумент вот этой функции и аргумент вот этой функции были больше нуля. Если хотя бы у одной из функций аргумент меньше нуля, то ноль получится. И интегрируется, и интегрируется будет ноль. Итак, значит, требование того, чтобы интеграл не обращался в ноль, укорено. Тау больше нуля и Те минус Тау больше нуля. Ну вот такая система уравнений приводит нас к тому, что у нас Тау изменяется от нуля до Те. Ну и условие, что эта система имеет непустое множество решений, вот такое Те больше нуля. То есть, для Те меньше нуля, очевидно, вот это неравенство никак, то есть система вот этой, никак не может удовлетворяться. Поэтому это все будет только при Те больше нуля. И при Те больше нуля Тау у нас изменяется от нуля до Те. Так, значит, в этом случае вот эта функция Те и вот это дадут единицу. У нас останется только вот это Те и экспонента. Ну и интеграл у нас будет идти от нуля до Те. Но это будет только при Те больше нуля. А при Те меньше нуля это ноль. Вот способ сказать, что при Те меньше нуля ноль, а при Те больше нуля что-то другое, это умножить на функцию Те от Те. То есть получается так, что это равно Те от Те знак интеграл от нуля до Те. Так, ну что ж, теперь надо написать наше решение и посмотреть на него. Вот оно наше решение. У с волной АТ равно. Значит, первая сверху, вот она. что тут можно сделать? Оба слагаемых содержат функцию, вот это. Ее можно вытащить за скобку. И, когда вы получили за скобку, то, что останется по определению. У нас же было такое определение. То, что останется, это будет классическое решение. А что останется? У невероятно есть, это минус АТ, плюс интеграл от меня до Те. Те в степи минус АТ минус АТ. Это равно. Вот то, что тут написано, квадратный скоб, то есть то, что мы получили обычным способом. И то, что мы получили с помощью нашего вот этого нового метода. Через обобщенный метод. То есть понятно, что откуда берется. Каждая слагаемая, вот эта слагаемая, которая возникала из сверстки с дольта 3, даст нам решение вот этого однородного уравнения. А второе слагаемое, которое возникало из функции f с волной, даст нам частное решение неоднородного уравнения. Вот такой смысл. Одно другому полностью соответствует. Вот. Ну, для обыкновенных дифференциальных уравнений это может быть не очень интересно, но у нас есть наши задачи КАШИ для уравнения теплопроводности, уравнения и волнового уравнения. Вот давайте теперь посмотрим, как с ними. Итак, следующее заголовок. Это задача КАШИ для одномерного уравнения теплопроводности. erhö. КАШИ Итак, уравнение теплопроводности, ну я напишу в таком виде, чтобы выделить явно операцию уравнение теплопроводности. Это вот что мы делаем. f квадрат b минус a квадрат t2 и x дважды. Действует на функцию u tx равно f dx. Значит, в задаче каши у нас переменные объединены от нуля, t от нуля до плюс конечности, x у нас меняется от минус до плюс конечности. И в задаче каши есть только начальное условие. У неизвестная функция при t равном нему является известной функцией у нулевое от x. Ну, естественно, опять же, заданная при всех значениях от минус x. Вот это задача каши. Мы ее превратим в задачу каши для обобщенной функции. И снова у нас встает проблема продолжения нашей неизвестной функции на отрицательной t. И снова мы действуем точно так же, как и в прошлый раз. То есть мы полагаем, что функция введена новая u с волной от tx равно θ от t на u от tx. И точно так же, f с волной, tx равно θ от t, f от tx. То есть продолжили нулем при отрицательной t. Ну, это как бы получается на полупространстве. Вот это вот путь t меньше нуля. Ну, а дальше считаем эти функции f с волной и u с волной регулярными обобщенными функциями. И, в частности, вот u. Давайте будем дифференцировать так регулярно обобщенными функциями. Ну, если мы будем брать d с волной по dx, то это будет d по dx, tt от t, tx. Вот этот множитель, tt от t, от x никак не зависит, его дифференцировать мы не будем. Но если это получится, то это от t на d u по dx. И точно так же вторая производная. d2, ну, с волной по dx дважды. Другой стороной тет от t на d2 u по dx дважды. То есть логично, потому что тет от t не зависит от x. По времени, значит, по-другому немножко получится. d с волной по dt. Это есть. Ну, значит, мы вот dt должны вот этого произведения дифференцировать. Оба теперь со множителя от t зависят. Первый со множителя, когда будем дифференцировать, появится дельта функция d на u от t плюс θ от t на d u по dt. Так? То есть здесь вот дельта t написано, да? Дельта t. Ну, снова, произведение вот этого функционала дельта t на u, это у нас будет, ну, такую бесконечную дифференцированную функцию, да? Это будет у нас дельта от t на u при t равно нулю. x, правильно? плюс, значит, θ от t беру по dt. Ну, и здесь u при t равно нулю. Это что такое? Вот что такое? У нулевой от x. То есть что можно воспользоваться данными изначальними условий? Получится так. Дельта t, в дельта т, в дельта т, в дельта т плюс, спекта t, дельта т, дельта т. Так. Теперь, значит, наше уравнение исходное мы можем на тета от t зависят. И так, значит, намножаем исходное уравнение на тета от t. Получится так. Тета от t на du по dt. Интес. А квадрат. А квадрат. Тета от t на d2u по dx. Вот, смотри. Это d2u с волной по dx. Д2u с волной по dx. Д2u с волной по dx. Д2. А вот здесь вот мы можем последним вот этим результатом воспользоваться. Вот у нас тета от t на du по dt. Это равно du с волной по dt минус dv по dt за у на д2. Итак, df с волной по dt минус dv по dt, на д2 уже от x. Для вещей. Ну, d эта функция переносит в правую часть и оставляет только функции вот эти словами. вот это уравнение, которое я тут написал, называется обобщенная за уравнение. типопроводность. Обобщенная задача каши для уравнения типопроводности. Обобщенная задача каши для уравнения типопроводности. Ну, как его решать? Известно, да? То есть, пользуясь основой нашей основной теоремой, а согласно этой основной теореме, вот эта функция у с волной, это есть свёртка фундаментального решения оператора теплопроводности и правой части нашего уравнения. R-строма и плюс дельта t на 0x. Фундаментальное решение оператора теплопроводности вот что такое. фундаментальное решение θ на c 2a корея из 2a и плюс дельта и плюс дельта x квадрат на 4a квадрат n. вот это вот фундаментальное решение одновременно оператора теплопроводности. Так, значит, считаем свёртки. Считаем свёртки. Итак, первое свёртки. Ну, я снова считаю, сначала вторую. Вот это вот e, t, x, свёртка, дельта t, ну, t, x. Значит, справа и слева у меня стоят функционал, действующий на каждую из них, на две элементы, на t и на x. Ну, то есть здесь свёртка у меня предполагается по t и по x. Давайте это отметим, что вот у нас свёртка по t и по x. Но присутствует у меня дельта функция, а она в свёртке играет роль единицы. Значит, получается следующее. e, t, x, свёртка, путь нулевое от x. То есть вот здесь свёртка, которая здесь написана, вот эта свёртка, это свёртка только по x, только по x. То есть по t я свёртку уже посчитал, дельта функция отработала. Вот, ну, а что получается? И по t, и по x это у меня. Там не будет это или а, где я? Это же, вот этот значок, звёздочка, это свёртка, это не умножение. Вот если бы у меня было m множить, то да, ну правда, так бы было. Вот если бы дельта t умножить на e на t. Ну ладно, да? Нет. Ну, я как бы напишу и сотру для вас. Вот f, а, t, свёртка, дельта, f равно f, а, t. Вот, например, вот чем я пользуюсь. Дельта функция свёртки – это идиница. Главное, как единица. Так, ну а вот здесь я уже пишу свёртку как для регулярных аукционных функций, ну, то есть как для обычных функций пишу вот это выражение. Что такое функционал? Значит, я должен считать, ну, параметр t у меня играет роль параметра, как букву, я её не трогал, да? Ну, а свёртка идёт по x. Вот, это будет интеграл от минус b. Это бесконечность. Ну, ну, любое, ну, вот эту переменную назову xi, да, а вот первую функцию напишу e на t x минус xi. t xi равно. Ну, а дальше? Дальше я просто должен взять и подставить вот это вот выражение. Ну, только вместо x поставить x минус xi. так. Интерраал от минус, с этой бесконечность, чем не станет. t, да, игорь. Акция. t, это t, и в степени минус b, с этой, минус 7 в квадрате, и 4 в квадрате, Вот, просто взял и выражение туда взял и подставил, ничего не менял. Вот это выражение туда подставил. Ну, что можно увидеть, вообще говоря, вот эта функция ТТАТ, она так удачно выглядит, конечно, за интеграл, и вот с точностью этого умножителя ТТАТ, то, что у нас получилось в выражении, это знакомый нам интеграл ОСОНОР, который давал нам решение однородного, одномерного уравнения гипопроводности, точнее, задачи Коши для однородных уравнений гипопроводности. Все логично. Все получается, как и в прошлый раз. То есть, вот эта вот часть с дельта-функцией и с начальным условием дает нам решение задачи Коши для однородного уравнения гипопроводности. Вот, ну, значит, вот это свертка вот с этим даст нам решение задачи Коши для неоднородного уравнения гипопроводности. Да. И результат мы тоже знаем, он дается интегралом гиомега. Ну, давайте проверим, что так и получится. Итак, считаем свертку. И вот это вот у нас регулярные, а в общем, не функции. Да, этой функции здесь нет. Регулярные. Да. Значит, пишем, как будет свертку обычно. Да. Но уже по двух деления. То есть надо писать два интеграла. Один интеграл от минус до плюсов с кредичностью и второй интеграл. Ну, дальше я напишу, наверное, вот это вот сначала. Это сволной, а потом напишу E. Ну, тут будет меня уже от T минус T, а здесь откуда будет от X минус X. Минус 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 Мигура у нас будет таксист... То есть не пропалку. Вот. По определению свертки поставил и записал то, что получается. Теперь поставляем. Вместо f я пишу вот это выражение. Вместо e пишу вот это выражение. Но только вместо переменной t аккуратненько везде вставляю t минус tau. В трех местах 1, 2, 3. Вместо x пишу x минус x. Звук острова. Много мотора. Много мотора. В Ну что ж, опять у меня возникает эта история с произведением функции тета от tau и тета от t минус tau, и мы знаем, что получится, да, выскочит у нас функция как бы тета от t, а интеграл по tau будет идти от нуля и до t, так же как в прошлый раз, вот, а все остальное просто надо переписать, и все, это уже ответ. Да, вот где-то его нам написать, вот здесь, да, будет у меня интеграл внешний, да, функция сначала выставки, вот это t от нуля до t, затем интеграл будет t от нуля до t, затем внешний, внутренний интеграл минус до плюс бесконечно. Ну а дальше я просто переписываю, t от tau, сми, поделить на 2а кольц, и теперь минус tau. Ну и вот это, господин, e в степени минус x минус си квадрат 4а квадрат t минус tan, внутренний интеграл как си внешний по-талу. Ну вот, то, что тут написано, как сомножитель перед тета от t, вот это, это что такое? Интеграл, дюаммеря, это он и есть. То есть вот без всяких долгих там впечатлений, которые мы, когда его первый раз получали, мы сразу получили этот результат. Вот, то есть, ну, надо как-то еще ответ, наверное, конечный записать. Все, вот, вот. Ответ конечный будет любить таким образом. Как общий множитель я вытащу из первого слагаемого, из второго слагаемого. Ну а то, что осталось, просто перепишу для красоты. Ну вот этот будет самостоятельно. Ну вот, сейчас прошли приемлемо и, по-моему, не начнем. Вот, сейчас пошли. Вот, сейчас пошли. Человек. Ну вот, это буйница стоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...